Всем привет, друзья! Сейчас мы находимся в магазине Эльдорадо по адресу улица Максима Горького, дом 10. Здравствуйте! Вы не против? Против? Не против! А, не против? Спасибо! Охрана тоже тут не против. Кстати, хочу сразу сказать, что в Рыбинске об Эльдорадо... Я не знаю, с чем это связано, но почему-то в Рыбинске магазины лучше, чем в Ярославле. Хотя в Ярославле население намного больше. В Рыбинске же намного чище, но не отменяет одних интересных особенностей. Иди сюда. Как в прошлом ролике, ребят, я рассказывал про эти стяжки. Почему на складах любят уродовать просто всю продукцию вот этими стяжками. Зачем? Вот для чего? Я не понимаю. Вот серьезно. Вот я вот этого не понимаю. Я считаю, что таких людей нужно, которые отвечают за такое на складе, как я говорил, увольнять чертям собачьим. Потому что мало того, что этот сотрудник портит всю продукцию, которую закупает, соответственно, сам магазин. Так помимо этого еще покупатель покупает, получает вот такую продукцию в итоге. То есть это все отражается даже не на магазине. Магазин деньги на этом не особо не потеряет. А вот покупатель потеряет как минимум эмоций. Так вот, по поводу стяжек. Там вы видели стяжки. Тут. Вот это зачем? То есть у них для галочки сделано, вот тут стяжку надо поставить. А там. Все, ладно. Я просто, как бы сейчас многие скажут, типа, ты уже придираешься. Это тупо придирка твоя идет. Отчасти да, отчасти нет. Я бы не сказал, что это придирка, когда сам магазин уродует саму продукцию. То есть, ладно, если бы была просто разорванная коробка, незначительно разорванная, там покупатель пришел, они не успели, не заметили, не успели убрать. Но вот это делается на самом складе. Пошли дальше к компьютерам. Как всегда, по традиции пообщаемся с консультантами. Я не понимаю, почему никто не против съемки. Реально. Люди, вы начали изучать законы. Администрация Эльдорадо, спасибо вам, что вы наконец-то обучили свою охрану. То, что с камерами вообще с на месте можно находиться и можно снимать. Спасибо вам за это. Но за магазины сейчас дальше посмотрим. Погнали. Итак, друзья, теперь компьютеры. Сборочка, на которую я хочу обратить внимание, от компании HP представлена. Сюда сними ее. 25 тысяч рублей стоит данный компьютер. Тут процессор AMD A8, 8 гигабайт оперативки и AMD Redon R5. Короче, грубо говоря, компьютер не то, что ни о чем. Ну, я не знаю, как это назвать. Люди, которые, подписчики, которые сидят за каналом, видели то, что не так давно я сделал на своем канале сборку ПК за 30К. Если вы сравните эти два компьютера, это просто будет небо и земля. Хотя по цене разница всего 5 тысяч рублей. Всего 5 тысяч разница. Это слово о сборках, о готовых сборках. Я, наверное, сейчас вообще буду полным дураком, если я скажу, люди, не покупайте готовые сборки. Потому что я уже это говорил неоднократно. Я думаю, все адекватные зрители это прекрасно и так без меня понимают. Я не понимаю одного, почему всегда в магазинах на витрине стоит там, ну вот сейчас сколько тут, раз, два, шесть компьютеров. Все, больше тут компьютеров на прилавке попросту нету. Куча мониторов, куча телевизоров. Там вот с ними вот одет с телеками, просто сверху. Ну вот, то есть оделся телевизором, вы видите, сколько тут всего продукции, сколько всего представлено. Но компьютеров, я не знаю почему, неужто из-за моих роликов, ну, чем черт не шутит. Вот, за нами очень хорошо наблюдает охрана, возможно, сейчас. Мы сейчас поищем вообще консультанта, с кем вы пообщите. А не подскажете? Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Ильцаря. Здравствуйте. Вы администратор? Я директор магазина. Директор магазина. Хотел бы вам спасибо сказать чистоту. То, что мы в Ярославле много снимали в Альдорадо, по сравнению с Рыбинском, это прям небо и земля. Ну, у нас тут девочки-директора, видимо, любим чистоту. Мы просто сейчас были на, как там, Герцена 62, вот, тоже чисто и прибрано все. У вас то же самое. За это прям вот круто. Спасибо. А можно спросить у вас, можно ли консультантика позвать? Хотел пообщаться по поводу компьютера? Да, конечно, мне никто. Спасибо большое. Прям респект. Хотел бы обратиться к Альдорадо, который находится у нас в Ярославле, Медиамаркту, МВидео. Учитесь. Вот, учитесь, как должны обращаться с покупателями. Здравствуйте. То есть, всегда уважительно. К тебе на вы. Они так, ты что тут снимаешь? Пошел отсюда. Ну, это нечто. Вот. Ну, тут просто отдельный респект. Я реально воодушевляю. Хоть я Альдорадо не люблю, хоть я хейчу, хоть я очень не люблю Альдорадо. Но конкретно этот магазин достойен уважения. По крайней мере, сотрудники достойны уважения. Как уборщица, так и, соответственно, директор. Это круто. Как зовут? Я зовут Никита. Можно у вас спросить по двум вещам? Первая вещь – это по поводу ноутбуков. Сейчас очень много в интернете есть роликов, где проверяют ноутбуки в магазинах. И на этих ноутбуках запущены программы для майнинга. У вас в магазине с таким сталкивались? Нет. Вообще ни разу? Нет, пока не сталкивались. Пока не сталкивались, да? Да, все верно. Вопрос по поводу компьютеров. Можно? Почему, во-первых, у вас представлено только шесть компьютеров? Почему всегда на стендах выставляются так мало? И самый дорогой компьютер, который есть, это 24 тысячи. Вот я к вам пришел, у меня есть 100 тысяч рублей, я хочу себе компьютер. Ну, мы закажем. Закажете? Все верно. У вас есть уже на складах? Нет, 4 это максимум. Ну, будет идти, но на складах уже есть, соответственно, такие компьютеры такой ценовой категории. Чем? Можете мне тогда сказать, какой компьютер будет за 100 тысяч рублей? Ну, что-то из MSI, например. Ну, это либо Хиллит Паккерс. Ну. MSI моноблок, пожалуйста, 54 тысячи. Нет, не моноблок. Мне системный блок нужен. Можете сказать, какие характеристики будут у компьютера за 100 тысяч рублей? Ай-5? Нет, есть за 100 тысяч. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Цена категория только Apple. Только Apple? Да. А самый дорогой компьютер, системный блок, это какой? 37-990, это будет Юллит Паккерс. Это самый дорогой компьютер, который есть в Вальдорадо? На данный момент по Яроставской области. По Яроставской области? То есть это вообще в Ярославле в том числе? Нет, для заявки. Для заказа в Вальдорадо. Ага. То есть самый дорогой компьютер, который есть, системный блок, 37 тысяч. Да, все. И какие характеристики у него? Ай-3 седьмого поколения, 8 гигабеток оперативной памяти и 1050 GTX. Ага. Все понял. Все понял, спасибо. Хорошо. Спасибо. Ай-3 седьмого поколения, 8 гигабеток оперативки и GTX 1050 за 37 тысяч рублей. Ну, такойся. Ну ладно. Друзья, ну а для того, чтобы вы могли покупать технику или компьютерное комплектующее с умом, то я вам хочу порекомендовать сервис e-каталог. При помощи этого сервиса вы можете собрать себе компьютер с умом, причем сэкономив деньги. На сайте есть все возможные фильтры для того, чтобы вы могли посмотреть, какую видеокарту и в каких магазинах она продается. То же самое с процессором и тому подобное. Грубо говоря, на e-каталоге есть абсолютно любая техника и абсолютно любые вещи. Ищите и смотрите. Ссылка на e-каталог будет в описании ролика. Не успела, конечно, похвалить магазин, как вот прямо перед нами. Я не знаю, как я не обратил внимания. Я старею, походу. Ну, банально. То есть... А, это стоит антивирус 319 рублей, но тем не менее, приятного мало. Я не понимаю. Там просто... Чтобы вы понимали, что внутри находится. Внутри находится маленький... Маленькая картонка, на которой напечатан ключ. Все. То есть, вот он. И в таком виде... Ну, ладно. Дело их. Если они считают, что это правильно, будем думать тоже, в кавычках, где-то. Что самое интересное, сейчас мы прошли по прилавку, везде потрогал, по прилавку, рукой провел. Пыли даже нигде нет. Мы сейчас с оператором думаем, что у меня прослушку повесили. Там, не знаю, какой-то разведчик живет у меня в подъезде. Там, бомж, Вася, спит под лестницей, слушает, куда я собрался. Опа, они выехали в Рыбицк. Все, давай, убирайся. Да нет, серьезно, магазин чистый. За это респект. Но то, что, кстати, самый дорогой компьютер, который у них есть, это за 38 тысяч. И то, ну, блин, можно было бы дешевле, намного дешевле. То есть, ну, как понятно, дело, если вы будете сами собирать, будет намного дешевле. Но за 38 тысяч самый дорогой существующий в Эльдорадо компьютер. Блин, где компьютеры за 100 тысяч, где i3 раньше бы ставили в Эльдорадо? Мне интересно на такие компьютеры посмотреть. Видать, они одумались. Теперь продают компьютеры не для игр, а более для работы, что ли. Черт его знает. Ну, ладно. Но я не я, если я, опять же, не докопаюсь до какой-нибудь техники. Сейчас-то, ну, не так сильно будет относиться к Эльдорадо. А сколько это будет относиться к компании HP? Наведи сюда. Ноутбук за 40 тысяч рублей, процессор AMD A10, терабайтник, 8 гигабайт оперативки и видеокарта AMD Redon 530. Это, к слову, о том, что часто в комментариях пишут, чувак, нафиг твои сборки за 30 тысяч? Но у меня мамкин ноутбук тянет все на ультрах, и он стоит там 15 тысяч рублей. Ну, вот вам пример. 40 тысяч ноутбук. Все на AMD. Ноутбук, говорит, дико горячий, потому что это A10 процессор. Это HD Graphics, HD, то есть, какой HD Graphics? HD Radeon 530. Короче, этот ноутбук будет горячий. За 40 тысяч вы покупаете ноутбук, на котором вы не поиграете. Но я более чем уверен, в Эльдорадо позиционируется этот ноутбук как игровой. Возможно. Возможно, ошибаюсь. Но консультанты Эльдорадо зачастую такие ноутбуки предлагают как игровое решение. То есть, именно для игр. Поэтому, друзья, еще раз повторюсь. Если вы хотите играть, то собирайте себе компьютеры. Если вы не хотите, вот из принципа себе компьютер, а это редкое явление, что вы выберете себе ноутбук, а не компьютер, то смотрите ценовой категории от 60 где-то тысяч рублей. То есть, вот от такой суммы идут, соответственно, ноутбуки более-менее игровые. И то за эту сумму можно собрать компьютер, который будет в разы мощнее. То есть, ну, я не понимаю этого. Ну, ладно. Причем это самый дорогой... А, нет, не самый дорогой. Вот самый дорогой ноутбук, который представлен тут. Самый дорогой ноутбук, который тут представлен, это i5-6200, Nvidia какая-то видеокарта 2 гиговая. И все. 8 гиговая оперативки. Ноутбук маленький за 50 тысяч... Не знаю. Я не понимаю этого. То есть, ну, лично вот мое мнение. Такому ноутбуку красная цена... Ну, сколько ты бы дал? Я по 30-ку бы больше не дал. Ну, вот серьезно. Ну, Nvidia 2 гигабайта написано. Какая 2 гиговая? 2 гиговых видеокарт? Хер вот, туча. Тут не написано, какая видеокарта. Это может вообще какая-нибудь... Ну, я не знаю. Но какая тут видеокарта? Nvidia 2 гигабайта. Супер описание. Вот просто супер. А то, что там они разнятся от А до Я. Начиная там вообще какие-нибудь 500 и там 600 серии. А заканчивая... Даже, кстати, 200... Этот... GT 210 есть 2 гиговая. Которая стоит там 500 рублей. Вообще совершенно все разное. То есть, просто Nvidia 2 гигабайта. Ценники супер. В кавычках. Пойдем. Я думаю, еще немножко пообщаемся с консультантом. Мне интересно задать парочку вопросов. Извините, а можно нам еще с консультантом пообщаться? Да, конечно. Буквально на пару минут. Так, с нами консультант не очень хочет общаться. Но сейчас, я думаю, пойдем. Вот смотрите. Из этих всех компьютеров... Вот я пришел, я говорю, что мне нужен игровой компьютер из этих представленных тут. Какой бы мне для игр компьютера посоветовать из всех этих? Нет подходящего вам компьютера здесь. Это не игровые компьютеры? Советно. А, то есть это офисное решение? Домашнее, для работы? Да, да. Серфинг, в интернете. И вопрос такой еще. Вы бы сами себе домой, собирая компьютер, что бы лучше, вы больше выбрали? Intel или AMD? В любом случае, я любитель Intel. Ну, у меня немножко другой вопрос. То есть я люблю ноутбуки игровые. Ноутбуки игровые? Все верно, да. То, что вы не любите, это я. И да, их можно апгрейдить, и апгрейдить студиокарту, добавить. Это целый гемор, на самом деле. Смотря, опять же, какой ноутбук. Заброс, MSI. MSI? GT70, все верно. Ну, понялось. А можете ответить еще на вопрос? Какая самая мощная на данный момент видеокарта существует для игр? Игровая? 1080. А, нет, Titan, если не ошибаюсь, GTX. Но Titan не игровая идет? Нет. И игровая 980 Ti получается? Само мощная? Нет, если не ошибаюсь, недавно как раз был анонс о Nvidia. Не помню название. Очень-очень много Teraflops, но название не выгибает сразу. Вообще, в принципе, самая топ-лайн на данный момент, ну, всеми любимыми геймерами, 1080 GTX. 1080 Ti или просто 1080? 1080 Ti. Ага, хорошо. И последний вопрос. Сейчас вышли процессоры AMD, вы знаете, что за процессоры вышли? Не фанат AMD сразу, да, Ryzen 10 уже был. Ryzen, да. Ну, хотя бы ладно, знаний есть. Просто иногда мы, на самом деле, ходим по магазинам, а иногда... Я смотрел ваши видео, да. А, смотрели? Ну, честно говоря, то, что, например, это что, не апгрейдится игровые ноутбуки, но... Нет, ну, апгрейдится как SSD M.2, поставить можно... Что еще? Видеокарты далеко не во все ноутбуки можно поставить. Далеко не во все. Тем не менее, можно? Можно, но эти... Как бы я про это неоднократно говорил в роликах, что некоторые можно апгрейдить, но исключение это не делает правилом. Вот это исключение из правил. Ладно, спасибо вам большое. А, спасибо. Все, до свидания. Ладно, неплохо. Консультанты, в принципе, подковы. А, извините, а у вас можно на секундочку? Добрый день. Добрый день. Никита тоже. А можно спросить, если человек приходит покупать компьютер, он к вам обратится? Ну, вы будете его консультировать перед покупкой? Можете мне подсказать, какой из этих компьютер более-менее игровой? Более-менее игровой, смотря во что играть. Ну... Как таковыми игровыми их сложно назвать. Ну... То есть это не игровой компьютер? Это больше рабочий или офисный вариант. Игровые там... Ну, допустим, что должно быть игровой? В большинстве случаев не должна быть NVIDIA, видеокарта. То есть, если AMD, то это не игровой сразу же компьютер идет? Почему? Он игровой, но в чем минус AMD? Он, когда перегревается, он сам себе тормозит. Угу. То есть, в принципе, если разбирать в этом плане, то... А процессоры AMD горячие тоже, да? Ну, они все разогреваются. Все AMD. Ну, а Ryzen, они холодные так-то считаются процессорами? Не имел дела. Не имел дела? С теми AMD, которыми я имел дела. Хорошо, вопрос просто один тогда, и... Чтобы вас тоже не мучить, отпустим. Вопрос банальный. Представьте сейчас сходу сборку компьютера. Какая конфигурация, точнее, будет компьютера, если вы будете себе собирать компьютер за 30 тысяч рублей. Какой это будет компьютер? Сборка какая? Компьютер. Да. Системный блок. В моем случае проблемно. Я ценитель ноутбуков. Ценитель тоже ноутбуков? Да. Ну, мне компактно же. Ну, вот допустим, то есть... Я сходил компьютер. Ну, компьютер. Системный блок. Ну, надо смотреть по ценам и составляющей. Ну, примерно, вот так, ориентировочно. Сходу просто. Первое, что в голову пришло. Там, скорее всего, i3, i6, i7 будет. i7 поколение. Видюха, скорее всего, где-нибудь 920, может быть. 920. Да, скорее. Ну, она вроде... А оперативки сколько? Оперативки? 920 сколько? 15 тысяч, что ли? Вроде, я не помню. Честно, я не буду врать. Или это мобильная студия 920. А оперативки сколько? 4? 4, это минимум на десятку. Так что, скорее всего, больше. Шестерка, восьмерка. Угу. У меня сейчас восьмерка стоит не в принципе достаточно. Угу. Но мне в виде уходить 950. А GTX-100 стоит. Понял. Все, спасибо. Да, буду. Спасибо. До свидания. Поэтому, друзья, смотрите ролики, сборки. На самом деле, за 30 тысяч можно собрать очень неплохую конфигурацию, где будет GTX 1050, 8 GB оперативки, терабайтник и, соответственно, Ryzen 3 1200, либо i3 кофелейковки восьмого поколения, когда выйдут материнки на H-чипсете, когда уже наконец-то появятся под кофелейк нормальные дешевые материнки. Вот. В конце Dota G. Мне интересно, мне понравилось. GT 920, 15 тысяч, да, он сказал? Да. 15 тысяч. Это мощно. Нет, это мощно. Я бы хотел бы зарядать такие цены. Это в Эльдорадо, походу, такие цены. Чек работает в Эльдорадо. Это, видимо, то, что человек уже переработал слишком много в Эльдорадо. Но, тем не менее. На этом все, друзья. С вами был Бригман. Всем удачи на новую встречу. Увидимся совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok